Привет любители и профессионалы! Сегодня у нас снова ролик по изготовлению ферм. Поэтому покажу простое приспособление для быстрой нарезки раскосов. Обязательно пройдемся по размерам. А также подведем итоги двухлетнего использования трубогиба удачных. Естественно, ребят, все будет по старой схеме. Это когда заказчик экономит, а геморрой от этой экономии вылазит почему-то у меня. Конечно, все это дело не обойдется без небольших косяков, поэтому обсудим их причины и последствия. Итак, ребят, поступил заказ на изготовление восьми ферм и последующие установки восьмиметрового навеса. Сделай покрепче, сказал заказчик и привез уже готовые согнутые дуги, толщиной материала полтора миллиметра. Как видим, гнули их по 8 штук на каком-то промышленном трубогибе, ну а потом забросили на несколько лет, поэтому они изрядно поржавели. Но это, ребят, еще не все ксяки, потому что при длине заготовки 6 метров длина дуги составляет всего 4, поэтому заказчик хочет, чтобы я их немного разогнул. Вот вам и чужая экономия. 8 новых труб я согнул бы за 30 минут. А теперь не менее 2 часов уйдет на зачистку и вдыхание ржавчины. Сюда же идет и использование очень дорогой чашки с вольфрамовой нитью. Шутка, если кто не понял. Ну а напоследок еще немного придется подышать цинкарем и выкинуть кисточку. Итак, после 2 часов практически выброшенного времени наши трубы выглядят вот так, ну а я приступаю к изготовлению нижнего пояса фермы. Для этого будем использовать уже проверенный двумя годами эксплуатации трубогиб удачный. Отлично зарекомендовавшаяся вещь, простой и надежный, как автомат Калашникова. Для моего размера зажим винта понадобился меньше 1 оборота. Ну а изгиб 6 метровой трубы лучше проводить на улице, так как высота подъема будет не менее 3-4 метров. Что касается нарезки раскосов, то я использую абсолютно примитивное устройство. Состоит оно из линейки для болгарки и приваренного еще одного перпендикулярного упора. Работать будем также на улице, меньше грязи и пыли, да и погода позволяет. Берем заранее изготовленный шаблон, выставляем 2 упора и приступаем к нарезке. Так, видим, если быть довольно аккуратным, то ничего не зажимает, никуда ничего не улетает, круг целый. В общем, бери и пользуйся. Ну а мы, ребят, тем временем переходим к следующему косяку. Ну а если кто забыл, то хочу напомнить, что у нас есть 4-х метровая арка, которую по желанию заказчика надо сделать немного пошире, но при этом сохранить ее работоспособность. В общем, я немного помучился за кадром и сварил первую ферму. Растянуть арку мне получилось с 4 метров до 5,20, что уже вполне неплохо для 6-ти метровой заготовки. В общем, первая ферма, которая будет у нас практически кондуктором, полностью собрана, раскосы выставлены и обварены. Поэтому все последующие арки мне просто надо закрепить по центру нашего кондуктора, дальше зафиксировать одну из сторон, а вторую растягивать, делая прихватки. Если вначале это получается просто руками, то в конце уже необходима грубая физическая сила с применением подручных средств. Дальше точно так же растягиваем и фиксируем прихватками заготовку со второй стороны, закрепляем нижний пояс, раскидываем раскосы и обвариваем. Все, ребят, со стороны кажется довольно просто и несложно, но мне, честно говоря, было гораздо быстрее просто согнуть арки нужного размера, а не что-то там распрямлять, идя на поводу у заказчика. В общем, на своем опте я еще раз подтвердил схему, что когда кто-то экономит, то геморрой от этой экономии вылазит именно у тебя. Ну а теперь самое интересное в этом проекте, так это получилось ли у меня растянуть арки так и изготовить фермы, чтобы в зеркальном отображении они получились практически идеальны. Поэтому сейчас берем две фермы и просто на ваших глазах переворачиваем их на 180 градусов. Ну что, как я и предполагал, чуда не произошло и идеального повторения у меня не получилось. Как видим, перепад в 6-7 миллиметров по краям фермы, если здесь это в плюсе, то с другой стороны эти 6-7 миллиметров должны быть в минусе. Правильно, вот и они. В принципе, это не критично, но с другой стороны, я и не замерял арки до того, как начал их растягивать. Возможно, дефект был уже на них. Хотя я, честно говоря, ожидал результат даже немного похуже. Ну а выход здесь абсолютно простой, просто при монтаже навеса надо будет учитывать стороны. Ну а теперь, как и обещал, немного размеров. Итак, высота дугни у меня получилась около 130 сантиметров. Ну а длина 5-20. Материал фермы довольно тонкий, поэтому и подъем такой большой. Ну а насколько я люблю варить фермы, настолько я не люблю их красить. Довольно нудное и однообразное занятие. Тем более, что делаю это всегда качественно, с грунтом и наложением двуслойного покрытия. Так что покраска по времени занимает иногда даже больше, чем и само изготовление ферм. Для оптимизации этого процесса у каждого мастера есть свои хитрости, но показывать их сегодня я не буду. Естественно, не забываем при этом выдерживать межлойную сушку, допустим, для грунта на 24 часа. Но у нас самое время, ребят, подводить итоги. Итак, фермы сделаны уже несколько дней, успели пережить первый дождик и обрасти лопухами. Ждем погоду для заливки столбов и дальнейшей установки навеса. Ну а что касается трубогиба удачной, то прошло ровно два года, как я распаковывал его на этом столе. И за эти два года он реально показался отличным и незаменимым помощником, которым вы легко сможете изготовить вот такие фермы, небольшие мангалы, качели и козырьки. И пускай у меня в мастерской есть три варианта трубогибов от этого производителя, основная нагрузка все-таки ложится на этот универсальный аппарат. Ну а все, что я умудрился сломать в нем за два года, так это только шестигранник под дрель. Приваривать его на место я не стал, так как он мне абсолютно не нужен. Валы, как видим, у меня нисколько не износились. В общем, ребята, еще раз повторюсь, что после двух лет использования могу смело порекомендовать этот трубогиб для небольших мастерских и домашнего использования. Он позволит вам довольно быстро отбить свою стоимость и начать зарабатывать деньги на изготовлении простых вещей. Поэтому ссылку на трубогиб оставлю в закрепленном комментарии. Покупайте, пользуйтесь, зарабатывайте. Ну а на сегодня я думаю все. Всем, кому понравилось, ставим лайки, дизлайки. Обязательно подписываемся и не забываем комментировать. Дальше, как обычно, прямые руки вам в помощь. Всем мирного неба, удачи, здоровья, прорвемся.